Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Воинов Сергей Андреевич, директор направления цифровых решений для медицины фонда «Сколково». Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. Проходил стажировку по глобальному здравоохранению при Женевском университете в Швейцарии. До прихода в фонд «Сколково» Сергей Воинов работал в ведущих софтверных и консалтинговых компаниях по направлению промышленного консалтинга и автоматизации. Сергей Воинов участвует в регуляторных инициативах по цифровизации здравоохранения и в нацпроекте «Здравоохранение и цифровая экономика». Специализируется на акселерации стартапов и привлекает инвестиции в стартап-проекты. Благодаря ему в фонде «Сколково» появились такие новые направления, как применение технологии искусственного интеллекта в медицине, технологии виртуальной реальности и телемедицинские платформы. Сергей Воинов в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Сергей. «Медицина в контексте» – это программа, которая посвящена человеку как продукту биологической эволюции. И наш вид, он обладает природным, ярко выраженным интеллектом, как известно. Но в ходе этой эволюции он не остановился на природном своем интеллекте, он стал обзаводиться интеллектом искусственным, ну или, по крайней мере, технологией, которую он, человек, дал такое название – искусственный интеллект. Применение этой технологии в медицине подразумевает включение моделей машинного обучения для анализа медицинских данных, в том числе больших данных. И это направлено, конечно, на пользу человеку, в первую очередь, для повышения эффективности диагностики и лечения людей. Вот, собственно, задача искусственного интеллекта. Но мы поговорим еще и вокруг, в конце программы, наверное, о всяких сопутствующих мнениях по этому поводу. Но наша главная задача сегодня – узнать о применении искусственного интеллекта в медицине и здравоохранении. Пожалуйста, Сергей, вам слово. Да, Марин, большое спасибо за представление. В целом, вы правильно задали тон беседы. Я думаю, что мы сейчас чуть подробнее просто поговорим про все эти вещи. Я немножко расскажу, чем мы занимаемся в фонде и что такое проект Сколково. Дальше мы расскажем про искусственный интеллект. Я расскажу как про одно из направлений, которое занимает достаточно существенную часть, потому что это такая очень важная технология, в которой нам в целом нужно не отстать. И она действительно показывает свою пользу в практическом здравоохранении. Ну, если вот так вот общий взгляд на фонд Сколково, то есть, во-первых, фонд – это всего лишь часть того, что мы привыкли называть Сколково. Сколково – это в первую очередь город, это университет Сколтех, науки и технологий. Я уверен, что наши коллеги много раз были у вас в гостях. Там очень мощная кафедра, очень мощное направление, связанное тоже с так называемым life science, науками, наукой жизни. Я представляю, собственно, кластер биологических и медицинских технологий. Это один из четырех кластеров, основная цель которого – это приземлять те научные разработки, которые делаются в Сколтехе и в других университетах Российской Федерации и вообще науке, для того, чтобы они превращались в бизнес, попадали в практику. Наша задача, чтобы это становилось частью так называемого практического здравоохранения, чтобы этим пользовались врачи, пациенты и в том числе вся система здравоохранения. Вообще фонд сейчас объединяет данные 2021 года, сейчас у нас скоро будут уже данные по 2022 году. Сейчас уже вот здесь на слайде 3200 участников – это резидентов фонда со всех кластеров. Сейчас их на самом деле уже более 3600, может быть даже уже ближе к 700, потому что цифра постоянно меняется. И совокупный объем выручки, вот как видно из слайда, это 247 миллиардов рублей. Это то, что уже зарабатывают совокупно наши резиденты. Сейчас эта цифра еще больше, где-то в районе 280, может быть даже чуть-чуть побольше. Ну, также мы считаем, сколько рабочих мест создано на территории Сколково. То есть это люди, которые работают в стартапах, в R&D-центрах наших партнеров и так далее. И вот интересная цифра, это про патенты тоже мы смотрим, сколько генерируется интеллектуальной собственности нашими, скажем так, всеми объектами научной и технологической деятельности на территории фонда. И есть интересный такой показатель, что вот все, что генерируется на территории Сколково, это около 60% всего ландшафта, патентного ландшафта Российской Федерации. Вот, то есть с точки зрения вот именно научной деятельности, да, потому что... Ну, не удивительно, если инновационный центр все-таки. Ну, да, то есть это тоже один из таких показателей наших. А теперь немножко сузим нашу деятельность до биомедицинского кластера, да, то есть это вот... У нас есть ряд направлений, вот я представляю направление диджитал, это есть медтех направление, у нас также есть направление фармацевтическое, то есть люди и стартапы делают непосредственно молекулы, выводят их на рынок. Есть ряд очень хороших примеров подобного рода разработок. Традиционно в биомед-кластер входят в том числе и направления по агро. И в этом году мы отдельно решили выделить как направление это клеточные генные продукты, клеточные технологии. Потому что есть понимание, что в ближайшее время все-таки регуляторика позволит гораздо активнее работать в этой области. И это такой большой шанс для всей индустрии, скажем так, получить ряд компаний в этой области, которые будут достаточно успешны. У нас примерно, вот здесь опять же цифра немножко устаревшая про 621 компаний, тут написано 621+, где-то порядка 650 компаний биомедицинского кластера у нас находятся в портфеле. Из них около 140-150 это направление цифры. То есть цифра в широком моем понимании. Я сейчас еще больше сужусь, и мы наконец-то дойдем до искусственного интеллекта. Дело в том, что искусственный интеллект пронизывает очень многие направления. И иногда сложно, все сейчас современные технологические истории, они такие междисциплинарные. Поэтому цифра, она так или иначе присутствует во многом. И даже многие компании, которые у нас относятся к разделу фармацевтических, они используют технологии искусственного интеллекта. Те компании, которые занимаются генетикой, они вообще сейчас немыслимо без IT-продуктов, и в том числе с применением машинного обучения. Вот ключевые направления, которыми мы сейчас занимаемся, это действительно такие два крупных технологических направления. Это персональные медицинские помощники. Это такая известная история про подсоединение различного уровня девайсов и различного уровня устройств домашнего или стационарного применения. На самом деле любого. То, что может относиться к персональным медицинским устройствам. И их интегрирование в общие IT-платформы. И, кстати, с помощью искусственного интеллекта нужно анализировать данные, которые туда попадают. Я про это расскажу чуть-чуть подробнее чуть дальше. Второе крупное направление – это тиражирование лучших практик искусственного интеллекта. Почему мы это именно так называем? Потому что сейчас очень много локально есть применений искусственного интеллекта. Особенно первой областью развития искусственного интеллекта стала радиология. Почему именно радиология? Потому что основная тема именно технологическая – это компьютерное зрение и развитие технологии компьютерного зрения. Но чтобы это хорошо работало, технология компьютерного зрения, оборудование, процессы должны быть унифицированы. То есть вообще все технологии искусственного интеллекта очень сильно завязаны на данные, которые попадают, на которых учится сама технология. Давайте немножко вернемся в историю. Потому что она показывает… Здесь очень хорошо это взято из аналитического сборника недавнего такого альманаха по искусственному интеллекту. Там наши участники, наши резиденты очень много тоже приложили. Там достаточно подробно описаны все применения искусственного интеллекта. Он был создан в сентябре 1922 года. То есть достаточно свежая работа. И здесь есть краткий экскурс относительно тех технологий, которые двинули искусственный интеллект вперед. Потому что искусственный интеллект в том понимании, в котором он был, скажем так, до середины 1922 года, в практическом применении, он всегда опирался на данные, на которых он учится. Я немножко поясню эту идею. Дело в том, что каждая новая научная концепция, она давала определенный набор, скажем так, данных. Например, очень сильно вперед область искусственного интеллекта, вообще технологий, информационных технологий в медицине, двинул проект «Геном человека». Здесь даже исторически показано, что появление вот этого глобального, огромного проекта «Геном человека», оно сразу двинуло вперед развитие технологий обработки этих данных, потому что их там порождается огромное количество. То есть точно так же появление технологии ПЦР-диагностики тоже дало сразу огромный, потому что эти ПЦР-анализы, то есть некоторые технические решения, которые пришли из науки классического биотеха, сразу породила потребность эти данные анализировать. Поэтому, например, персональные медицинские помощники, устройства, которые появляются в обиходе, в прямом, скажем так, в повседневном использовании огромным количеством людей, пациентов, которые смотрят или профилактически, или уже под наблюдением, под мониторингом в рамках каких-то заболеваний, смотрят, ну, например, артериальное давление. Вот в концепции глобального такого федерального проекта «Персональные медпомощники» должно быть подключено огромное количество таких устройств. Анализировать эти устройства, то есть это миллионы устройств, да, то есть это миллионы единиц данных, приходящих, ну, если не непрерывным способом, то достаточно мелкодискретно, то есть этот процесс, построенный именно в медицинской части, порождает такой набор данных, с которым просто невозможно работать в старой парадигме, не использование каких-то софтверных решений автоматически. Вот у меня был вопрос, я его собиралась задать в конце, но я думаю, что сейчас он может быть более уместен. Я просто вычитывала, что ковид способствовал тому, что искусственный интеллект стал как бы частью глобального здравоохранения, потому что очень много данных нужно было быстро осмысливать, да, с этим. Это правда? Это правда. Расскажу тогда эту историю прямо сейчас. Давайте. Вообще ковид, вот, как говорится, несчастье помогло, да? Оно двинуло вперед целый ряд научных разработок в области биотехнологии и лайф-сайенса, которые раньше, всем было понятно, что это технически возможно, но не было возможности, скажем так, В первую очередь, МРН-ковые вакцины. МРН-ковые вакцины, да, конечно. Они лежали там под спудом, в общем, не думали, что это ерунда какая-то. Ну, не думали, что это ерунда, но не было такого драйвера, который мог бы сказать, что это, в общем-то, всех там должно спасти прямо сейчас. Вот с искусственным интеллектом в некотором смысле произошло то же самое, потому что вообще внедрение каких-то глобальных инноваций в огромном масштабе – это процесс, когда нужно каждый момент времени попытаться доказать, что это эффективно, нужно и так далее, и так далее. То есть и нужен какой-то действительно большой внешний такой вызов, когда по-старому работать просто невозможно. Уже невозможно. И для как раз развития искусственного интеллекта в радиологии, хотя все эти технологии, они уже были, то есть у нас было примерно 5-7 компаний еще до ковида, которые занимались компьютерным зрением в области радиологии на предмет обнаружения, например, ранних признаков рака легкого. Ну, это как раз анализ, на самом деле, КТ изображения грудной клетки. И ковид так получилось, что золотым стандартом диагностики ковида, это было как раз КТ. И КТ было очень сразу во всем мире стандартизировано. То есть появился стандарт, что является ранним уровнем развития ковида, там КТ-1 или так что-то. Более ранний КТ-2, КТ-3, КТ-4. Появилась стандартизация самого радиологического исследования. И вот когда есть стандарт и есть инструмент, который порождает данные, то систему очень несложно, ну, по крайней мере, то есть это является подспорьем для того, чтобы такие системы были быстро обучены. То есть наш ковид начался, будем считать, в январе 2022 года, то есть будем считать 20-го, прошу прощения. То есть не будем считать с ноября 2019-го, когда ничего про него еще было непонятно, единичные случаи. Ну, условно, январь, февраль, март. То уже к июню и чуть позже появились обученные системы на данных КТ грудной клетки, которые могли определять степень поражения ковида, ну, то есть вычислять объем поражения, давать вот там точные процентные соотношения. Почему это было суперважно, да? Ну, а то это и прогноз, собственно. Вопрос скорости. Потому что было очень много, то есть в этом огромном потоке исследований за буквально год 2020 и там середине 2021 было сделано столько КТ-исследований, сколько не было сделано за десятилетия до этого. То есть просто колоссальный рост объема данных. Радиологов столько не было. Ну, вернее, как, если раньше радиолог тратил там 30 минут на какое-то исследование, на описание этой исследовании, то потоки вот таком вот действительно полу, назовем так, экстренной ситуации в области здравоохранения, да, то есть он мог тратить на это там минуту, две, три максимум. И искусственный интеллект очень хорошо помогал перепроверять и действительно выделять, делать определенные подсчеты, которые человек раньше тратил время. То есть КТ-1, КТ-2, КТ-3, да, человек за минуту, да, радиолог, он, ну, на глаз, да, вот, ну, примерно КТ-1 или КТ-2, или КТ-3, например, да, то искусственный интеллект может сделать трудоемкие подсчеты, да, там, а сколько точно процентов, да, например, то есть то, на что человеку нужно было бы там 10-15 минут для того, чтобы вычислить. Вот в этом является основное приложение. Это в том числе некая точность исследования при некой скорости этого исследования. А это было важно почему? Потому что от КТ-2 к КТ-3 сильно менялись рекомендации, и вообще человек, ну, либо госпитализировать, там, на кислород, либо там, и так далее. То есть иногда от этих процентов и точности, да, при том, что нужно затратить на это минимальное время, вот это как раз такой пример, как, скажем так, технология искусственного интеллекта, разработанная, может поменять сам процесс, да, то есть есть некоторые вещи, которые теоретически качественно, да, в том объеме ресурсов, которые есть у системы здравоохранения по всему миру, просто невозможно реализовать. Ну, например, это касается каких-то массовых скринингов на предмет онкологии, да, то есть вот я сейчас переключусь на следующий слайд, мы как раз его уже немножко проговорили, да, это вот одно, я вот номером один отметил направление ее здравоохранения, это все, что касается распознавания изображений, да, это радиология, патоморфология, эндоскопия. То есть это все то, что требует, а, трудоемких, либо быстрых каких-то вычислений со стороны, требовало со стороны человека, да, то есть посчитать количество клеток на патоморфологическом снимке, да, то есть, например, причем сделать это достаточно точно, от этого зависит тоже там процент того или иного там степени развития, там, может быть, ракового опухоли и так далее, да, то есть это, например, во время эндоскопии подсвечивать зоны интереса, когда вот прям по видеокартинке. Просто анализ видеокартинки для искусственного интеллекта это практически то же самое, он просто раскладывается на много-много изображений и быстро потоково анализируется изображение, прямо в режиме реального времени. Вот такие решения по эндоскопии, они сейчас тоже появляются и в целом сейчас тоже становятся уже такими стандартизированы. Объем исследований плюс стандартизация самого метода исследования позволяет развивать технологии искусственного интеллекта в области распознавания образов. То есть все, что так или иначе оцифровано в виде картинок и сделано это более-менее примерно стандартным образом в области системы здравоохранения, мы можем развить там продукты. То есть сделать продукты, которые смогут это делать не хуже, ну, по крайней мере, не хуже радиолога. Это не значит, что все радиологи завтра перестанут быть нужны, а просто со стороны, как бы общей постраде системы здравоохранения вообще в мире, есть совершенно четкое утверждение, что нам врачей не хватает и будет в дальнейшем не хватать. То есть все технологии, которые мы сейчас напридумывали, они не то что заменяют, они всего лишь догоняют вот этот тренд, скажем так, уменьшения количества вообще радиологов в целом по миру. То есть мы не то что там захотим уволить, заменить радиологов, нет, наоборот, мы всего лишь как бы восполняем их. У обывателей часто бывает такое, да, опасение. Ну, это, то есть, и причем это не только в России, это наблюдается повсеместно. Второе, что позволяют делать радиологи, ну, то есть вот вообще искусственный интеллект, да, и такие суперавтоматизированные методы, да, они позволяют порождать процессы в области системы здравоохранения, которые раньше были, в принципе, невозможны. Ну, например, возникла концепция тоже во время ковида, связанная с радиологией. То есть вот мы, система здравоохранения на исследования радиологические уже потратила огромное количество денег, да, то есть, ну, в принципе, потому что это было необходимо, это была, ну, неизбежность. В данный момент времени было предложено, а почему бы все эти изображения, которые уже лежат, которые уже сделаны, не просеют на предмет, например, выявления каких-то других зну, да, то есть, там, ну, например, рака легкого, ранних стадий. В принципе, если бы раньше без искусственного интеллекта, ну, посадить всех, там, радиологов, чтобы они просто так в свободу от основной работы время просеяли все, за последний год все радиологические исследования, это было, как бы, ну, немножко немыслимым процессом. А сейчас это стало возможно с применением искусственного интеллекта. Давайте посмотрим. То есть такой пример такого проекта произошел с одним из наших тоже резидентов, нашей технологической компании в Нижегородской области. Там предложили действительно то, что было сделано во время ковида, на примере такого немножко пилотного проекта, сделать 30 тысяч исследований, просеять, и среди них было действительно найдено признаков онкологии, потому что врачи, когда делали, искали ковид, они не искали там рака. Не искали. Они, у них было две минуты для того, чтобы там сделать КТ-1, КТ-2 и КТ-2. А вот искусственный интеллект, то есть вот позволяя прогнать, он сказал, что коллеги, а вот помимо еще нужно бы проконсультироваться, например. Вот. И было выявлено, я вот сейчас точно цифра может быть, ну, где-то около порядка 300 случаев, которые действительно потом были, ну, там какие-то подтвердились, какие-то не подтвердились, какие-то супер, но по крайней мере вот эта вот как раз история про онконастороженность, она была. Потрясающе. И это действительно классный эффект. И вот появление таких методов, оно позволяет придумывать очень много таких вот концепций, да, массового скрининга, да, то есть то, что раньше вот массовые скрининги, они были крайне трудоемки, они требовали огромное количество ресурсов. То есть вот массовая диспансеризация, это, конечно, прекрасно и хорошо, но если она подкреплена дополнительными какими-то технологическими такими методами, ее можно сильно повысить ее эффективность. Это вот, что касается радиологии, тут можно, на самом деле, бесконечная область, в ней можно очень много про что рассказывать. Ну, например, вот очень стандартизованное исследование, маммографическое, да, вот там байрация, то есть там степень, вот такая стандартизация самого процесса во всем мире позволила тоже очень сильно продвинуться в этой области. Вот сейчас существует стандарт двойного пересмотра. То есть каждое маммографическое исследование должно быть дважды пересмотрено. Базово врачом, но на самом деле в приказе этому Минздраву фигурирует возможность, чтобы один из этих пересмотров делал искусственный интеллект. Ну, это означает, что не нужно тратить два раза время радиологов. И вот на таком эксперименте, который сейчас проводится в городе Москва, вообще Москва очень продвинута с точки зрения внедрения искусственного интеллекта, просто мы иногда это не видим, потому что многие эти технологии, они работают как бы для врачей, да, то есть для системы здравоохранения. Пациент не всегда знает, что любое исследование второй раз, например, смотрело программу. Вот по маммографии сейчас приблизилось, то есть вот врачи ошибаются или не ошибаются примерно так же, как хорошо обученный искусственный интеллект в области маммографии. Ну, вернее, они ошибаются по-разному. Искусственный интеллект у него есть свои там плюсы-минусы, там с точки зрения точности у врача есть свои плюсы-минусы. Что-то он видит, что-то не видит. Но в совокупности это даёт очень хороший эффект, вот как раз вот этот двойной пересмотр. То есть и с точки зрения эффективности, в конечном итоге показатель точности у искусственного интеллекта вот в области радиологии по исследованию маммографии практически уже сравнялся. Ну, есть нюансы, но вот коллеги мне из как раз вот этого большого эксперимента в Москве, они могут сравнить, как врачи это делают, и как делают это в разных нозологиях, определяют программы. Потому что у них, ну, я вот считаю, это было ещё, на самом деле, ещё и до ковида, когда появился вот этот большой московский эксперимент по внедрению искусственного интеллекта. Сейчас там подключено уже больше... А, у меня, наверное, в самом конце этот слайд, поэтому мы к нему ещё вернёмся. Очень большое количество исследований в год делает город Москва. Там работает большое количество, там, больше половины наших как раз резидентов, которые анализируют там снимки в области радиологии по различным нозологическим там группам и заболеваниям. И это, наверное, сейчас, если вот так вот посмотреть, один из самых крупных проектов в мире по внедрению искусственного интеллекта с точки зрения вот количества, объёма исследований, которые уже просеиваются через искусственные институты. Город-то какой, да. Да, город большой. То есть, действительно, это вот эффект вот этот вот... Ну, многие процессы здравоохранения, они хорошо выстраиваются на примере какого-то массового сервиса. То есть, какого-то массового... То есть, нужно большой объём исследований. Второе направление, кстати, тоже очень интересно, это то, что называется семантический анализ медицинской информации. Здесь, к сожалению, это сложно изобразить в картинках, потому что это исследование различных текстовых паттернов. Это всё то, что создают врачи, как раз когда врачи очень не любят заполнять медицинские информационные системы, но, к сожалению, или к счастью, то есть, это позволяет оцифровывать информацию, которую дальше можно анализировать. И это даёт действительно большое количество полезного влияния на систему здравоохранения. Ну, например, если у нас есть хорошо заполненные электронные медицинские карты, то мы можем с помощью искусственного интеллекта очень качественно и хорошо находить определённые паттерны в этих электронных медицинских картах. Как на предмет тех исследований, которые просто таких классических, больших хронических заболеваний, кардиологической группы, эндокринологические, так и, на самом деле, очень неочевидные вещи, которые врач на месте, скорее всего, никогда не заметит. Это, например, выявление некоторых признаков фарфанных заболеваний, которые врач, скорее всего, на месте никогда в жизни не видел. То есть, это одно на десятки тысяч, на сто тысяч населения. То есть, он вряд ли когда-то встречал. Но так как система обучена на всей массе, они иногда могут видеть совокупность факторов, которые есть в электронной медицинской карте, и сказать, что да, вы, к сожалению, наверное, видели только в справочнике медицинском на третьем курсе это заболевание, но здесь вот есть признак, на который стоит обратить внимание. Обратить внимание. Поэтому создание вот этих вот больших данных в области медицины, не только графических, но и то, что набивается руками в компьютерной системе, это тоже очень полезная информация. Ну, во-первых, она очень удобна самому пациенту. Ну, то есть, мы сейчас записываемся в основном уже в электронном виде. Нам очень удобно получать из электронной медицинской карты то же самое правительство Москвы, которое сделало, и переносить ее в разные поликлиники, а не кучу бумажек. Но также это дает огромное количество данных, которые можно анализировать и анализировать действительно с большой пользой. Ну, в том числе и анализ медицинской, например, отчетности, когда есть возможность, скажем так, оптимизировать некоторые процессы за счет того, что анализируют, какие назначения были сделаны. Есть тоже, например, очень полезно работающие на уровне больницы, тоже технологии, которые позволяют анализировать назначения в общей электронной медицинской карте разных врачей и анализировать их совместимость. Ну, если человек лечится у невролога, у эндокринолога, как правило, ему делаются одни назначения. Врачи не всегда, ну, то есть, если мы говорим про систему здравоохранения вообще в целом, честно, знают и понимают хорошо совместимость препаратов, совместимость терапии у разных, ну, как бы, профессиональных направлений медицинских, а вот системы искусственного интеллекта могут анализировать в рамках электронной медицинской карте и подсказывать, что вот если врач уже назначил вот этот, то нужно скорректировать, например, тут дозировку, либо здесь, например, вот это принимать вечером, это с утра. Ну, то есть, по-другому, скажем так, выстраивать вот эту вот терапию. Это тоже создается, когда информация в систему генерируется с разных совершенно сторон. Более того, когда это происходит на уровне системы здравоохранения города, когда, ну, например, у эндокринолога человек может лечиться в одном месте, у кардиолога в другом месте, если такие, ну, то есть, действительно, качественные данные попадают в систему, общую электронную медицинскую карту, то тоже это можно анализировать и давать вот такое вот совершенно новое... Это бесценная вещь вообще-то. Ну, да. То есть, на уровне многих больниц я могу сказать, что такие системы уже потихонечку начинают работать там, где система вот этого как раз вот IT-системы внутрибольничной уже развита. То есть, без вот этой вот подспорья в виде таких очень, ну, в современных технологиях, кажется, уже примитивных вопросов просто внедрить какую-то систему медицинскую, информационную, там, электронную медицинскую карту, но это позволяет действительно делать колоссальные полезные вещи как для пациентов, так и для врачей. Третье. Ну, это, наверное, самое модное сейчас направление, это применение так называемых, здесь, правильно сказать, больших языковых моделей в медицине. Это то, что называется чат-GPT. Наверное, многие из слушателей сейчас это очень на слуху. Да. месяца-два как не утихает вообще. Ну, да, потому что в некотором смысле это немножко поменяло наше представление о возможностях искусственного интеллекта с точки зрения, ну, скажем так, разговора с ним. Здесь я вот попробую как-то с правильной точки зрения, чтобы с одной стороны там аудитория не пугалась, потому что сейчас есть очень много разных таких заблуждений о том, что чат-GPT способен, то есть, что он сознателен, что с ним можно уже там, что он вообще захватит мир. Я постараюсь с одной стороны немножко успокоить, с другой стороны показать, какие возможные применения, да, то есть, это позволяет сейчас сделать. И была такая всегда концепция применения искусственного интеллекта вообще практически во всех индустриях и в области здоровья особенно. Это симптом-чекер, да, то есть, это когда вы можете пообщаться с неким компьютером, да, и сказать, у меня болит то-то, 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 он вам задает уточняющие вопросы. На самом деле, то, что делает во время сбора анамноза врач. и вот до прихода чат-джепети, то есть, таких вот сложных языковых моделей, уже очень больших, эти симптомчики работали достаточно примитивно, достаточно плохо и на самом деле свою функцию, кроме как просто структурирование текста, да, в плане вот там, болит, просто сбор, то есть, к сожалению, они не задавали правильный вопрос. В этом контексте было достаточно, то есть, вот эти системы с приходом вот этих больших языковых моделей, они очень сильно продвинулись и, скорее всего, удастся построить на их базе хорошего такого сборщика анамноза, то есть, который действительно позволит врачу на приеме уже сократить время, да, потому что, если мы говорим про массовую систему, ну, как бы, систему здравоохранения в целом, то есть определенные ключевые параметры, да, то есть, у нас очень много людей, врачей, к сожалению, больше не становится, ну, вот, и нам нужны очень хорошие инструменты, которые помогали бы врачу экономить время. Вот время на приеме, вот, порядка 60-70% времени на приеме занимает сбор анамнеза. Чем качественнее мы это умеем делать автоматизированно способом до приема, чтобы врач мог просто с этим ознакомиться в течение минуты, этому поверить, и уже предлагать какие-то терапии, ну, вести уже какое-то... Уточняющие. какие-то уточняющие вещи или уже предлагать какую-то терапию или дальнейшие действия, это позволит всей системе здравоохранения быть более эффективной. Во-вторых, все большие крупные языковые модели, типа чат-GPT, да, стоит воспринимать как очень хитроумный поиск, поиск информации. На данный момент времени основной проблемой всех технологий вот таких больших языковых моделей у нас всегда возникает вопрос, на каких данных они учились. Они очень хитро в данный момент умеют сочинять данные, сочинять, да, досочинять данные там, где им их не хватает. И основным подспорьем дальнейшего развития этой технологии это является давать им данные, которые все-таки делать скажем так, вот эти настройки этих больших языковых моделей индустриально специфичными. Ну, например, индустрия здравоохранения порождает, пожалуй, огромнейшее количество среди всех остальных индустрий верифицированных данных научного, ну, потому что вся медицинская индустрия создана из, скажем так, верификации научных данных последствием клинических исследований первой, второй, третьей стадии постклинических исследований, пострегистрационных и так далее. То есть, вот, наверное, пожалуй, ни в какой другой индустрии процесс вот такого научного познания от хитрого придумывания какой-то молекулы в лаборатории до того, как она попадет в пациенту или там на аптечную полку, пожалуй, в никакой другой индустрии такой нет верификации. Почему у нас многие инновации вот именно такого фармацевтического свойства выходят на рынок десятилетий? Потому что за 10 лет порождается огромное количество верифицированных научных данных. Вот поэтому когда мы сможем обучать, вернее, сейчас это уже делается, и создаются, и уже обкатываются такие индустриально специфические модели, большие языковые модели, обученные на профессиональных там, на подмеде, на других источниках исследований, для того, чтобы они не придумывали данных, а они у них всегда были. На самом деле технология ЧАД-ГПТ, она, к сожалению, а может быть и к счастью, конечно же, не заменит человеческий мозг, хотя все говорят, что он уже обладает признаками сознания. Сейчас ведется очень много этических и философских таких, даже отчасти споров, на тему возможностей. Я здесь все-таки нахожусь на более скептической позиции. Дело в том, что все-таки большие языковые модели это только часть. Я, наверное, чуть-чуть позже еще немножко к этому вернусь. Только часть, скажем так, работы человеческого мозга. То есть, он эффективно делает одну часть, но совершенно бездарно делает другие вещи, которые человеческий мозг делает просто. Но вот на предпоследнем слайде я вернусь и постараюсь рассказать все-таки в чем сейчас, где могут наблюдаться не прорывы, но в какую сторону все движется. Четвертый это то, что мы уже немножко затрагивали, это анализ данных медицинских устройств. Классический пример искусственного интеллекта, то есть, процесса, который мог бы быть построен в медицине, но совершенно невозможен без применения таких технологий искусственного интеллекта, это постоянное холтеровское мониторирование. Например, когда мы часто сталкиваемся с тем, что нам дают поносить холтер один-два дня, у нас всегда часто возникает вопрос, при том, что устройства маленькие, которые портативные, постоянные носки, они уже на рынке в общем-то присутствуют. Но, предположим, мы сумели сделать такое устройство, которое качественно работает для холтеровского медиторирования в постоянном режиме. Что дальше с этим должно произойти? Должен сидеть врач, разбирать холтеровскую диаграмму, то есть, он примерно 30-40 минут делает холтеровское медиторирование суток, представляете, принести неделю или месяц, у него не один, а пациентов у него таких, ну, разве что не пару сотен. Ну, да. Появление определенной инновации в одной области позволяет, неизбежно требует появления, потому что иначе они бесполезны. То есть, если нет искусственного интеллекта, который подсвечивает зоны интересов и говорит врачу, нет, ты не смотри на целые сутки, ты смотри вот на эти 15 минут, вот здесь наблюдается всплеск какой-то активности. Ну вот, и вот здесь тоже он наблюдается через трое суток, а почему-то на вторые сутки он не появляется. Без появления таких систем совершенно невозможно развивать другую часть, скажем так, технологий вот этого постоянного холтеровского, гуманитария. И при этом появление обеих этих технологий, оно позволяет системе здравоохранения получить совершенно новое качество наблюдения за пациентом, которое раньше было просто невозможно. Ну вот, один из как раз таких примеров, то есть, то же самое связано с давлением, если аккуратно построить процесс измерения давлений и анализа всех показателей давления на большой популяции, мы породим огромное количество интересных фактов для медицины, которые, может быть, раньше даже и не знали, что так в популяции это может работать. Более того, порождение огромного количества данных в области холтеровского мониторирования порождает такую давнюю мечту, то есть, и возможность получения этих огромного количества данных анализа с помощью искусственного интеллекта этих данных машинного обучения позволяет решить давнюю мечту. Как, знаете, у эндокринологов есть такая мечта, это неинвазивный глюкометр. Отказаться от прокалывания у кардиологов с точки зрения технологии производителей есть давняя мечта отказаться от вот этих вот устройств тонометров, то есть, построение и появление математических моделей в области съема и отказаться собственно от тонометров. Есть такая давняя полуматематическая, полутехнологическая мечта отказаться, то есть, безманжетный способ определения давления. Если мы умеем снимать очень качественно, очень хорошо анализировать кардиограмму, мы можем давление уметь хорошо рассчитывать. то есть, есть один холтер и мы можем осуществить, почему это давняя мечта, потому что безманжетный способ другими методами определения давлений позволяет делать постоянный непрерывный мониторинг давления. То есть, сейчас мы все-таки должны надувать, манжету сдувать, то есть, это всегда дискретный процесс. Мы не видим, как давление ведет себя непрерывным образом, как, ну, в том числе, например, с глюкозой было примерно так же, но появились, например, сейчас такие пластыри, не будем называть, ну, они, это известная история, да, это полуинвазивные методы, появление, то есть, которых позволяет делать там непрерывное и видеть на самом деле совершенно по-другому, как развиваются процессы в организме, как влияет там конкретно съетая морковка, ну, вот в течение там 15-20 минут. Поэтому, вот в этой области порождается огромное количество инноваций, они начинают порождать сами себя, то есть, определенный путь как бы развития технологии, он сразу, вот за ним есть определенная последовательность того, что человечество еще может сделать, анализируя такие данные. Пятые, но на самом деле не пятые по значимости, это химия и фармакология, то есть, искусственный интеллект в этой области действительно, наверное, появился даже раньше, раньше, чем вот в тех предыдущих, это напрямую, ну, это относится к life science, наукам в целом, но... То, что драг-дизайн, то есть, это то, что на самом деле пациент этого точно уже, ну, как бы не видит, он не знает, как была разработана новая, новая таблетка, что на самом деле это был там вычислительный, вычислительный процесс подбора оптимальной, оптимальной формы молекулы под заранее заданные свойства кандидата, которого мы хотели бы получить, что дальше искусственный интеллект мог предложить какой-то оптимальный синтез этой молекулы. Предсказание оптимального синтеза этой молекулы, то есть, это означает, что даже старые молекулы, которые уже давно находятся на рынке, существует возможность оптимизировать их синтез, да, и показать, что на самом деле дальше производить аспирин при современном химической базе можно там гораздо более эффективно. И подобного рода решения про оптимальный синтез, они, конечно, очень интересны фарме, такие компании очень быстро, то есть, хорошо там покупали прям просто сразу, вот, я знаю, одну немецкую компанию, одну швейцарскую, которая еще 5-6 лет назад сразу купила такой стартап, который просто на примере ее портфеля препаратов показал, что вот вы производите сейчас это так-так, вот здесь вы можете, например, вот у вас там патент будет действовать там еще 10 лет, у вас неоптимальный синтез, мы можем предложить синтез оптимальный с помощью нашей технологии, вы сэкономите на это там N миллиардов долларов за 10 лет производства этого препарата по всему миру, просто за счет того, что вы по-другому будете складывать, это совершенно вычислительный процесс, который человеку ну просто уже невозможно производить, потому что комбинация различных макулликулярных взаимодействий, возможной формы, то есть там же очень, там есть определенная проблематика там с структурированным белков, то есть очень много скажем так направлений уже под направлением этой технологии и оно требует больших вычислений, то есть эти большие вычисления их можно производить либо на суперкомпьютерах, либо можно производить более интеллектуально, то есть не год работы суперкомпьютера, там или там неделю работы суперкомпьютера, а с помощью определенных искусственного интеллекта более умных вариаций перебора подобного вот там рода взаимодействий можно сильно сокращать вот это вот время, которое требуется на разработку молекул, то есть сейчас современный работник подразделения R&D любой фармкомпании на самом деле он на 70% айтишник и скажем так технологии искусственного интеллекта про которые мы сейчас говорим они говорят что о том что квалификация врача она потихонечку как и во многих других индустриях будет трансформироваться в область применения то есть IT-технологий на своем то есть хочешь оставаться врачом осваивай новые технологии в общем если утилитарно я бы сказал чуть более мягко мягко просто чуть более мягко в том смысле что нужно знать будут эти технологии ну в принципе у молодежи и у людей которые в ближайшие 10 лет придут как бы на скажем так будут врачами у них проблема в том что нужно что-то искать как бы эффективно в интернете например у них эти вопросы они уже давно отпали это мы к сожалению успокаиваем более старшее поколение но как бы у современных молодых людей этот вопрос он как бы уже не стоит для них это нормально и мы вернее не к сожалению а к счастью говорим что современный врач он будет иметь определенный набор инструментов которые позволяют ему очень эффективно анализировать ситуацию то есть он должен стать немножко таким знаете аналитиком исследованием потому но у него для этого есть все инструменты которые очень быстро могут дают ему эту возможность вот а ему нужно только из этого набора там скажем информации рекомендации которые ему подсказывают систему сделать правильные выводы и сказать что вот да здесь наверное искусственный интеллект прав здесь он чуть-чуть наверное ошибается это уже такая тоже продвинутая область как бы применения искусственного интеллекта где совершенно невозможно большие данные анализировать как бы без его применения это все что связано с биотехнологическим наукой исследованием на самом деле то как искусственный интеллект появился и самые большие скажем так прорывы наверное в этой области делаются как раз в области классического такого биотеха когда мы познаем мир мы познаем генетику мы начинаем ну то есть генетика она сама по себе породилась породила именно всю тему искусственного анализ длинных последовательностей здесь вот как раз показано на картинке экспрессия генов как происходит то есть какие там происходят перекрытия перекрестные и собственно что мы видим уже как скажем так эпигенетические свойства там организма да сейчас мы умеем эффективно работать в области генетики с некоторыми моногенетическими заболеваниями и как раз анализ больших данных искусственный интеллект позволит продвинуться до скажем так когда уже много или несколько генов вносят свой вклад в развитие той или иной того или иного заболевания анализировать как можно будет предотвращать это требует действительно больших уже вычислительных и интеллектуальных возможностей исследователей для того чтобы с моногенетическими заболеваниями все относительно просто потому что один ген а когда эти гены там важно еще не навредить поэтому и то есть генетика то есть вот здесь как раз показана история про пространственное пространственное изображение то есть любое 3D моделирование сложных сложных молекул и есть формально проект геном человека закончен в 2022 году но это не значит что биотехнологии сразу остановились на самом деле был предложен еще несколько лет назад такой же огромный такой же масштабный по уровню и объему данных проект это анализ микробиот человека то есть когда нужно находить огромное количество взаимодействия различных бактерий их метаболитов то есть человечество все время себе придумывает интересные задачки которые еще мощнее еще масштабнее чем были предыдущие и такие задачи как раз придумываются для того чтобы толкнуть огромное количество областей вперед в первую очередь как раз это толкает тему искусственного интеллекта и анализа больших объемов данных но тем не менее то есть вот если мы научимся анализировать очень качественно вот все что касается протеомики метаболомики микробиоты генетики человека мы придем потихоньку к такому очень интересному эффекту который вот уже сейчас можно скажем так в какой-то определенной части наблюдать это построение той самой цифровой модели цифровая модель человек это позволит изучать очень на примере этой цифровой модели изучать например влияние на очень конкретный организм очень персонализированных методов терапии ну например тестировать как сочетаемость не на человеке но на полной математической модели его взаимодействия да или какую-то группу людей это позволит разрабатывать совершенно препараты нового класса это позволяет совершенно по-другому проводить клинические испытания. Это очень сильно изменит нам привычную область фармацевтической и биотехнологической промышленности. Но к этому процессу еще надо подойти. То есть какие-то кусочные задачи решать умеют, но полное взаимодействие клеток в организме, как влияют те или иные генетические факторы, пока мы находимся только в самом начале пути. Поэтому для развития этой области и развития биотехнологии биоинформатики еще огромное непаханное поле. Я люблю приводить пример, особенно во время ковида он так появился. Все ориентируются на IT-отрасль, все хотят айтишниками быть. Но биотехнологии, в моем понимании, находятся примерно на таком же уровне развития, как IT-индустрия, скажем так, в середине 80-х. То есть здесь еще в биотехнологиях появятся свои... Google, Microsoft, появятся свои технологии, которые действительно изменят наше представление о нашей повседневной жизни. То есть биотехнологии и медицина – это, скажем так, как раз такая IT-индустрия будущего. Ближайшие, мне кажется, 20-30 лет здесь будут действительно такие очень интересные масштабные прорывы, которые примерно, если смотреть ретроспективно на IT-отрасль, произошли в середине 90-х, в конце 90-х. Но если чуть более точно к искусственному интеллекту, в области прикладной, то, что мы можем увидеть уже в таком коротком промежутком времени, это расширение направлений в радиологии. То есть как это выстроено? Расширение направлений означает, что сейчас мы, все разработчики, бросились первым делом в крупные нозологические группы. Онкология, момография. То есть начали заниматься крупными нозологиями. То, что статистически значимы. Статистически значимы, крупные нозологии и так далее. То есть то, что потенциально имеет больший рынок. Но при этом, наверное, 90% радиологических исследований и вообще всего, что можно еще там увидеть, оно пока остается за кадром. То есть эти системы надо обучать, нужны профессиональные врачи, которые смогут заниматься разметкой этих изображений. Потому что, как говорят, что искусственный интеллект усредняет опыт врача. То есть разметка. То, что мы видим, это и качество технологии искусственного интеллекта, то есть той или иной компании, зависит от того, средний опыт каких врачей усреднялся. Усреднялся, да. Кто делал разметку для этой системы. Поэтому важно нарабатывать такой же опыт, который мы имеем в онкологии, применении искусственного интеллекта, то есть в этих крупных нозологиях. То есть нарабатывать по другим видам, скажем так, исследований, которые могли бы быть полезны эндокринологам, например, абдоминальной области. Мало кто сейчас с ними работает. Многие сейчас, кстати, слава богу, последние два года занялись мозгом. То есть КТ, МРТ мозг. Например, быстрого определения типа инсульта. И так далее, и так далее. Что дальше интересно? Это синтез и система разных медицинских направлений. То есть мы сейчас потихонечку этим занимаются уже разработчики. Но другое качество работы искусственного интеллекта возможно, когда будет соединено как раз разный метод. Радиология вместе с семантическим анализом электронной медицинской карты. Плюс другие различные применения. То есть поиск информации, например, семантический в различных источниках. Вот когда у врача, у системы здравоохранения появится такой очень синтетический инструмент, который объединяет из разных видов данных, хорошо обученных, объединяет эти знания, это будет совершенно новое качество развития этой темы. Ну, я думаю, что это примерно вот так вот лет на 5-7 задачка. То есть на самом деле это достаточно с одной стороны быстро, кажется это просто, но для того, чтобы построить действительно такую вот систему, которая позволяет мыслить примерно, хотя бы приблизиться к уровню хорошего врача-диагноста, это пока еще не выглядит тривиальной задачей. Обучение, то, что уже сейчас происходит, да, языковые модели, вот большие языковые модели, про которые мы говорили, типа чат GPT, их на верифицированных данных. То есть нужно, чтобы эти большие языковые модели стали индустриально специфичны. Сейчас мы видим, что уже к этому подходят потихонечку. Вот это вот все ведет к тому, что попыткам создать так называемый сильный искусственный интеллект. Сильный это не значит, который порабощает мудрость. Сильный это значит то, что потенциально может, ну, как бы не хуже врача в определенных областях. Меньше ошибающиеся. Меньше, да. Да, то есть это потенциально... Нет, ну, врачи тоже, к сожалению, ошибаются. Ну, естественно. То есть важно, чтобы этот искусственный интеллект, да, то есть условно умел с точки зрения вот такой общей диагностики делать вот не менее, чем как бы врач. Причем такой врач это не светило науке, да, а такой вот на уровне там хотя бы среднего по... Там, где этих врачей, как раз то, когда мы говорим про вот эту пугалку, искусственный интеллект заменит врача, это вот когда реализуются все вот эти вот пункты, мы перейдем к, так называемому, сильному искусственному интеллекту в области диагностики. Это примерно, мне кажется, лет 10-15. Но за эти 10-15 лет на самом деле этот искусственный интеллект всего лишь сможет заполнить ту пустоту, которая возникнет при нехватке количества врачей по всему миру. В каких-то очень отдаленных, базовых, да, то есть как бы, вот это как, знаете, вот искусственный интеллект это как и телемедицина, это способ транслировать, ну, как бы экспертизу врача на расстояние там, где этой экспертизы не хватает. Если эта экспертиза там есть в большом количестве, причем разносторонняя, то это прекрасно и, наверное, там искусственный интеллект никогда не станет лучше там светило науке. И так не, везде так не будет. Да, но, к сожалению, везде так не будет, это невозможно. И, вот знаете, первые телемедицинские технологии, вот консультации врач-врач появились очень давно в незапамятные такие времена, там, 70-е, 80-е, ну, как, сомнение, конечно. Ну, да, для кого-то. Имеется в виду, что, ну, так, сравнительно давно относительно того, как мы привыкли об этом думать, что это очень свежая технология. Телемедицина родилась в 80-х, когда активно стал осваиваться космос, потому что там людям нужна экспертиза медицинская, у них тоже иногда бывают аппендициты. Освоение Арктики, там есть известный случай, когда там консультировали врача, человек сам себе перевел аппендицит, иначе он просто... То есть, вот это действительно то, что, где есть вот необходимое. Вот искусственный интеллект — это усреднение, ну, то есть, вот, если это делают хорошие разработчики, хорошего уровня врачей и возможность транслировать эту экспертизу в те, там, где ее нет, в качестве некого подспорья для врача на месте. Ну, и вот цифровая модель пациента как биологического объекта, да, то есть, это вот то, к чему мы можем прийти, вот изучая биотехнологические данные, вот их в полном объеме, это вот то, про что мы говорили буквально пару минут назад, когда это существенно меняет вообще дизайн препаратов, исследование препаратов, персонализацию того или иного подхода, в том числе и хирургию и так далее, и так далее. Ну, я буквально пару слов скажу, что, вот, помните, в самом начале я говорил про московский эксперимент по внедрению апробации компьютерного зрения, да, радиологического. Вот здесь есть пару цифр, да, что это 153 клиники уже подключены и генерируют эти данные в эту систему. Это более 10 миллионов радиологических исследований. И вот, ну, как бы, вот по даже современным меркам это очень много, это, скажем так, один из крупнейших в мире проектов на данную тему. Задействовано 20 разработчиков технологий искусственного интеллекта, и там, ну, чуть больше половины, а на самом деле это вот наши... Наши люди, наши резиденты, просто вся тема вот искусственного интеллекта в радиологии в том, как она создавалась, да, то есть вот эти разработчики, они появлялись нам, ну, на наших глазах, мы им помогали, понимали эти концепции, понимали, как их можно приземлить в систему здравоохранения. И вот эта индустрия потихонечку создавалась просто вот вместе с нами и вместе с практикующими врачами, да, вот тут есть большая заслуга коллег из департамента здравоохранения Москвы, которые построили такой вот процесс, да, то есть он был новый. Это вот, когда это создавалось в 17-м году, было не очевидно, что это вот так может, что это вот действительно так может работать. Вообще вот многие вещи, про которые мы сейчас говорим, как о свершившемся факте, в 16-17-м году, когда появлялись только эти разработчики, они были очень маленькие, там было по 5-6 человек работало, в них сейчас по 50-60. Это был очень неочевидный факт, что вот так вот это может работать, что это действительно дает какую-то пользу системе здравоохранения, что это ей там... То есть гораздо было больше сомнений, чем сейчас. Ну что, тогда я на этом, наверное, хотел бы закончить. Спасибо вам большое, но мы не прощаемся пока. Рубрики по скриптам я не могу не спросить, просто мне не простит наша аудитория, про письмо. Вы понимаете, о чем речь, поясню. Буквально там месяца полтора-два назад в конце марта было опубликовано открытое письмо главы SpaceX Илона Маска, соучредителя Apple, Стива Возника, филантропа Эндрю Янга, еще около тысячи разработчиков, которые занимаются искусственным интеллектом. И, собственно, там ключевое слово, вы уже упомянули его, это человеко-конкурентный интеллект. Вот это самое. Они предлагали, предложили вести мораторий на полгода на исследования в этой области. В частности, прекратить на полгода заморозить, приостановить обучение систем искусственного интеллекта более мощных, чем D5T4. Что вы думаете о таком мораторий? Вы высказали свое мнение, свое видение этих опасений, что они захватят мир и конкурентный человек. В общем, вы это уже высказались. Но что вы думаете про такой мораторий? Я все-таки немножко скептик в области такого масштабного развития искусственного интеллекта. Я постараюсь чуть более широко пояснить свою точку зрения. Дело в том, что человеческий мозг, он многогранен, и в нем есть такое, знаете, в его развитии есть такое понятие, как время. То есть это как совокупность опыта, каким образом он обучался. То есть мы, как человек, как наше сознание, оно появилось не просто как из какой-то системы, уже обученное, а оно приобретало определенные паттерны мышления. Эти паттерны мышления разные для разных задач. Вот то, что чат GPT-4, 3,5, сейчас уже четвертый появился, есть вероятность, что появится пятый, который как раз хотят приостановить немножко его обучение. Он все равно умеет решать только определенный класс задач. Для того, чтобы решать полный спектр задач, например, математических, которые требуют не просто знания из Википедии, а умения применять формулы и так далее, это другой класс систем. Вот, наверное, представляет какую-то уже более сложную такую проблематику. Это вот полный синтез того, что было на горизонте десятилетия. Это полный синтез хорошо обученных очень разных искусственных интеллектов. И здесь, если все это еще приземлять на систему здравоохранения, то есть здравоохранение системы, в ней есть определенные кругольные камни под названием этика. И вот вся система здравоохранения, появление любой новой технологии, оно так или иначе через призму этического, того или иного этического процесса проходит. Вот, что бы я хотелось бы видеть, это все-таки построение хороших этического, широкого обсуждения этой тематики, для того, чтобы понять, какие истории хорошо приземлять в область искусственного интеллекта, на ту или иную индустрию, а какие, например, ей вредят. Ну вот, например, все искусственные интеллекты в области радиологии, на предмет анализа КТ, так или иначе, у них есть несколько бизнес-моделей. Я приведу просто пример вот этого этического пункта, как бы в развитии искусственного интеллекта, которые мы в свое время активно обсуждали, когда эти системы выходили на рынок. Существовала модель подспорья врачу. Врач пользуется, радиолог использует эти технологии, зоны интересов, то, как это сейчас работает. Теоретически у многих разработчиков, особенно на ранних стадиях, и как бы их инвесторов, которые часто люди не из медицины, всегда было такое, знаете, желание немножко побыстрее постараться на этом заработать, сказать, а давайте мы сделаем сервис, который пациент закрушает это КТ-изображение на какой-нибудь сервер, ему сразу выдают, рак у вас или не рак. Ну вот. И было принято, то есть теоретически, теоретически, это как бы, ну, можно сделать с технологической точки зрения, но с точки зрения самой системы здравоохранения работы, это не совсем этично, и было признано, что такой инструмент, он вредит системе здравоохранения, нежели ей помогает. Ну вот. Это как раз... Показательный пример. Ну, конечно, потому что, вот, и это на примере очень простой, да, то есть, как бы, ну, то есть, вот в современном восприятии уже через несколько лет уже такая очень простая технология, да, то есть, и вот вся система здравоохранения, она ведь соткана из таких вот мелких этических принципов. Вот хорошее, квалифицированное, серьезное обсуждение, где, как бы, как можно, как нельзя и лучше не надо, ну вот, вот это было бы, наверное, полезно, да, то есть, вот, совсем запрещать и говорить, что нет, давайте введем мораторий, не будем ничего обучать, дело в том, что даже уже обученная система очень тяжело потом входит в практику, тем более, когда это речь идет про здравоохранение, требует регистрационного удостоверения, там, того сего. То есть, в этом смысле индустрия здравоохранения, она в некотором смысле уже умеет выстраивать, как бы, некий процесс, да, попадание любой сложной инновации, причем с непонятной этической составляющей, да, часто, да, ну вот, как правильно ее приземлять на сферу практического здравоохранения. Вот, в других индустриях это, может быть, не совсем очевидно, потому что там нету такого построенного процесса этически, для них это, как бы, очень новое, да, можно ли применять искусственный интеллект, там, вот, в таком вот масштабе для, там, как-нибудь, производственных механизмов. Вот, у них это пока не так раз. Вот, с точки зрения индустрии здравоохранения, здесь вот как раз нужно просто точно так же обойтись с этой технологией, как с любыми другими, там, генно-терапевтическими продуктами, там, еще чем-то, там, тоже, где-то это благо, а где-то это может восприниматься как зло, ну вот, поэтому здесь тоже вот эти этические механизмы, они позволяют отделить, вот, что является пользой, а что является вредом. Спасибо большое, спасибо, успехов вам. Спасибо, Марин, большое за разговор.